я только прибежал еще подожди маленечко чуть-чуть давайте я переключусь через 10 минут позвоню нет нет не через 10 хорошо хорошо открещено ходил тут только что пришел домой счастье еще одну секунду буквально минутку нету ох не то взял так господи благослови так подожди еще же тут не видно надо чтобы видно было так видно нет но все у нас все записывается выставляется в интернет вы не против игнатий тихон значит а марина нет не против я слушаю мариночка давай господи благослови господи благослови царю небесное утешите любви судьи и живи судьи и живи судьи и судьи и судьи и судьи подать приди все ли судьи и очистим от всяких скверных спаси блажей души наши аминь ну все я здесь написала на листочке игнатий тихонов я не хочу как бы передавать через третье лица да я человек как бы прямой хочу чтобы вы меня правильно поняли правильно выслушали значит не перебивая и подумали как бы над моими словами и помолились обо мне грешно значит тогда когда я была в потеряевке значит им но во первых я хочу начать с чего значит что я в апреле месяце с вами познакомилась по интернету я вас очень полюбила и по сегодняшний день по сегодняшнюю минуту по сегодняшний час я вас очень люблю как наставника как духовного отца я потому что вижу что вы действительно человек от бога но вижу значит что я значит у вас видела тогда когда я увидела вас первый раз по ролику значит мне ролик очень понравился значит я прям вдохнула какую-то знаете какую-то жизнь иную не такую как до этого жила а действительно жизнь живую иную жизнь то есть моем сердце прям загорелся какой-то огонек какой-то знаете ну то есть вы как бы свои свои проповеди перевернули то есть все меня все все буду рожили все то есть мне как бы жизнь захотела совершенно по-другому вот значит потом я посмотрела второй ролик значит и действительно как бы я увидела то есть большую веру в бога причем с таким знаете с твердым стержнем увидела вас что вы много значущий и много сторонний человек то есть много эрудированный человек проповедник с большой буквы действительно с большой буквы потому что таких проповедников я действительно еще не видала не видала и не встречались мне такие люди значит я с уверенностью хочу сказать что при встрече с вами вы на меня произвели глубокое впечатление то есть в моей жизни все стало совершенно по-другому подчеркиваю совсем по-другому много-много хорошего я могу подчеркнуть именно от вас от ваших проповедей от ваших знаний от вашего действительно глубокого такого духовного стержня ну что меня как бы это очень прям очень радует и утверждает меня вот именно что утверждает меня в этой вере еще глубже я значит начинаю понимать значит и осознавать что действительно бог есть а сила бог есть правда бог есть истина что вы настоящий проповедник и исповедник слова божия причем ревностным в первые впечатления произвели на меня колоссальные впечатления моем сердце значит взыграла такая любовь что непроизвольно из моих уст произвучали слова апостол павел и причем это как бы не просто такие слова значит высокого какого-то мнения да эти слова действительно были искренние такие душевные духовные и как бы сердечные такие и тогда когда я ехала потеряевку и когда меня встретил валу я пащенко с романа я значит об этом даже сказала и в машине потому что я говорю что этот человек прям с большой буквы и он на меня значит произвел очень большое впечатление действительно как апостол павел то есть он проповедник высокого класса то есть таких людей надо действительно ценить уважать и надо таких людей беречь что мы как бы и делаем слава богу за все значит одно дело конечно услышите увидеть да а другое дело конечно увидеть и пообщаться я все чаще из вас из ваших уст как бы слышу восхищение себя чтобы вас избрал думаю что в этом нет никакого сомнения так святое писание пишет ибо много званых а мало избранных от матфея 20 16 и сама жизнь это говорит и ваши дела эти показывают и я на действительно на самом деле увидела что это действительно так оно и есть игнатий тихоныч я из-за любви к вам хорошо услышать меня помолиться господу чтобы господь открыл вам то что закрыто сейчас для вас может есть в этом промысел какой-то божий только он конечно знает об этом я не хочу чем-либо вас опорочить или усмотреть вас какие-либо недостатки не хочу чтобы в вашем сердце чтобы ну чтобы ваше сердце как бы располагалось ко мне и не хочу чтобы в моем сердце значит возрастала какая-либо любовь неприязнь к вам ибо святое писание в святом писании сказано каким судом судите таким будете и судимым какую меры меряйте такую и вам будет такую вам будут мерить от матфея 72 прошу отнестись к моим словам не привзято это боль моего сердца увидьте что для вас сейчас искушение через романа малыша я не предаю через третье лицо я говорю вам лично глаза в глаза мне не так мне непонятно почему вы не принимаете обличение которые говорят вам и пишут почему нахожу вас что вы возгордились своими трудами настолько что перестали видеть опасность вы сейчас слепые глухи сейчас я вижу вас лицемерия причем со злобой у вас сейчас есть дух гордости и вы не видите правды сейчас вы прогоняете романа малыша имеете к нему неприязнь он вам сейчас противник это очевидно он ваше отражение почему потому что он такой же настойчивый упорство и борьба за правду и истины человечество погубил падший ангел употребив ложь понятия лжи господь тесно связывает с понятием человеческого человекоубийстве начало зол ложная мысль прелесть есть условия человеком лжи принято им за истину ныне ложь царствует и торжествует она гоняется за тленным и упивается мимо тленной земной властью гордиться богатством восхищается плотским мудрованием но не задумывается что за все придется давать ответ на страшном суде святителю агнате причининов пишет об имит трепет не только грешников но и праведников в откровении 6 16 17 говорится пойдите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева агресса ибо пришел великий день гнева его и кто может устоять посмотрев ролик о романе малыши я не могу не имею права молчать а иначе я не есть христианку иначе я буду соучастницей лжи клеветы обмана которую окружили романом уполномоченный ходатай пред органами лапкин игнатий тихонович заявил что якобы вся община показала роману малышу свои паспорта это неправда это ложь никто ему паспорта не показывал вина ответственного человека в том что упустили сами записать его в книгу регистрации об этом сами говорите вы игнатий тихонович второе что роман не собирается получать гражданство и обманул их общину это тоже ложь он говорил батюшке отцу и акиму не 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 один раз значит и при возможности что он сделает он хотел поехать туда и лично вам он об этом говорил третье что роман это вовсе не есть роман малыш по большому счету мы не уверены что это есть фамилия его и есть имя его проповедующий ложь равно как и поверю 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 поверивший ей какую великую осторожность надо проявлять чтобы избежать заражение болезнью жим четвертое что он поклоняется что роман говорит о том что привлекает посторонних людей чтобы сжечь общину и что все эти люди с мамонтова и других не сприедут и разберутся это даже мало нашего назвать ложью клеветой от романа таких слов вообще даже я ни разу не слышала и в его голове и в сердце такого даже вообще не печально что человек поделён таким даром от бога лжет и наговаривает будто не понимая что любая ложь ведет человека к погибели евангелисту он богослов пишет всякая неправда есть грех глава 5 17 стих значит пятое что было что вся власть российской федерации антихристова на этом вопросе я хочу немножечко задержаться и значит поговорить про этот вопрос потому что неоднократно слышала как вы отзывались значит о власти значит и вот именно так как был отзыв такой действительно искренний такой великий такой сердечные правильные праведные я просто торжествовала от того что действительно есть такие люди которые не боятся вот этой власти всего конечно я не буду перечислять чтобы там говорить и в роликах это все записано и можно ролики поднять посмотреть что вы говорите как бы от властях просто это крик моей души и более моего сердца что игнатий тихонович поддерживает сейчас в данном случае поддерживает эту власть и всем замечу всем людям утверждительно говорит и призывает о принятии документов воистину имеем глаза и не видим имеем уши и не слышим цитирую блаженного старца паисия святогорца нужно быть бараном чтобы не видеть того что происходит вокруг все идут на бойню за своим божаком если все смотрящие меня понимают что дьявол это реальное духовное существо который пронизан ложью и ведет непрерывную борьбу против рода человеческого против церкви христовой апостол павел говорит трезвитесь бодруствуйте потому что противник ваш дьявол ходит как рыкающий лев ища того поглотить первое послание петра 58 так откройте же глаза братья и сестры и увидите как притечи антихриста антихрист ведет много хитростный обман везде чудовищная ложь и вопиющее беззаконие даже ложь для прельщения людей пытается подражать истине она так хорошо замаскирована истинными и напыщенными речами и служит завесой для сокрыть для сокрытия реальных дел правителей мира главная задача системы осуществления для глобального политического руководства на практике значит кризисного управления проще сказать создать хаос то есть терроризм это и есть оружие глобалистов это и есть объединение всех стран для борьбы с нами то есть каждый должен стать подозреваемым всем необходимо понять поменять свободу на безопасность это и есть власть нового мирового порядка ссылаясь на удобство новых технологий сбора народ на аналогов пенсионного учета бухгалтерии и регистрации прикрываясь фразой борьба с терроризмом и незаконной миграции власть россии руководимые системы извне убивает доверчивых простодушных и легкомысленных граждан видимостью безопасности в начале человек разрешает заменить свое имя номером попирать имя к числу для удобства общения государства с людьми отказ от имени произошел хотя и а отказ от имени произошел хотя имя продолжает существовать и верующие не желая видеть опасности принимают номера и говорят но ведь мы имеем имя и в документах оно у нас стоит и обращаемся друг другу по имени и в храмах нас нарекают по имени но невольно вспоминаю слова господа знаю твои дела ты носишь имя как будто ты жив но ты мертв откровение 31 мы все поклонились мировой мамоне как идолу и вступили в антихристовую систему всемирного электронного концлагеря мы давно уже сделали первый шаг сама сатанинской системе электронного кошелька далее вживляем в тело человека микрочит посредством которого можно управлять подсознание человеку никто не может служить двум господам не можете служить богу и мамонию от мотфея глава 6 24 так говорит сам спаситель не можете пить чашу господню и чашу бесовскую не можете быть участниками в трапезе господне и в трапезе бесовской первое коринфянам 10 21 Игнатий Тихонович когда вас посадили значит в тюрьму вам насильно присвоили номер хотели вы этого или нет а сейчас свобода воли свобода выбора добра и зла выбор добровольный каждого человека не если это незаменимое незаметное отречение от хри от христа и поклонение антихристу в духе мы собственными руками строим себе концлагерь мы уже не подчиняемся закону божьему подчиняемся правителям правителям глобальной системы а значит антихристу многие сейчас делают второй шаг и сделали уже технологии это биометрия она приводит человека к обезличиванию расчеловечению и вещебоупотреблению вещи употреблению высшего на земле творения человека божия то есть это человека действительно это отпечатки пальцев структура сетчатки глаз форма лица голос походка движение губ и так далее вплоть до генетического кода днк где биометрические данные владельца записаны микрочип под личным кодом человеком почитайте что говорят об этом ученые которые сами были непосредственно участниками этой разработки об этом можно много сейчас говорить человек позволивший вживить себе микрочип становится сатанинской системой он совершает грех самоубийство который по слову святителя и угнать и бренчанинова лишает его покаяния и всякой надежды для спасения это не только духовное самоубийство которому человек шел по пути принятия цифровых идентификаторов или электронных документов это может стать и самоубийством физическим ученые говорят что введение в тело человека микрочипов извлечь которые уже не будет возможности может привести к заражению гниению и умиранию человек откровение 16 2 апостол иоанн богослов пишет и сделали жестокие и отвратительные гнойные на раны на любе имеющих начертания зверя и поклоняющих образу его откровение 14 9 11 говорит кто поклоняется зверю и образует его и принимает начертания на челою сил своей или на руку свою тот будет пить чашу ярости божие вино цельное приготовленное в чаши днева его и будет мучим в огне и серии пред святыми ангелами и агнцем и дым мучения их будет восходить век веки и не будет иметь покоя ни днем ни ночью поклоняющие зверю и образу его и принимающие начертания имени его так почему мы боимся мира сего с его системы как жить что есть что пить как детей и семью воспитывать и кормить почему наши пастыри сами идут в ад и всех туда ведут почему не имеем страха божия и не боимся бога жива почему не сохраняем свое святое имя полученное в крещении дабы получить жизнь вечную игнатий тихонович лапкин утверждает что число шестьсот шестьдесят шесть никакого мистического значения не имеет и якобы испугались этих простых цифр тогда вспомним в день святой пасхи 1993 года в оптиной пустыне была мученическая кончина иноков василия ферапонта и трофима где на рукоятке меча с гравировкой символа 666 и слова сатана в ночь с 30 на 31 августа 2002 года был сожжен неизвестными храм во имя праведного симеона богослова и анны пророчицы в городе сельсер свердловской области где на храме нанесен был сатанинский знак шестьсот шестьдесят шесть в москве 13 сентября 2002 года оствернили 400 могил на муисовском кладбище вырыли кресты перевернули вверх и списали их этими знаками шестьсот шестьдесят шесть эти знаки используют музыканты рок-групп нашивают на своей одежды перевернутый православный крест наносят символ шестьсот шестьдесят шесть и называют себя группой короли на службе сатаны очень много примеров можно привести где сами свидетельствуют о совершении ритуальных убийств и человеческие жертвоприношения дьяволу у антихриста будет такой же знак шестьсот шестьдесят шесть это ключ к вратам ада сами сатанисты говорят что каждый год они убивают людей по сатанистам значит число шестьсот шестьдесят шесть имеет глубокое мистическое значение это число символизирует извлеченных врагов христа и отступление от воли и правды божией старец паиси святогорец преподобный говорит использование этого символа равносильно отречение от христа прозорливый старец иоаким из пещеры преподобного нила мироточил его на горе афон говорит тот кто не верит в дьявольское значение символа шестьсот шестьдесят шесть еретик и третий шаг погибели человечество в том что все без исключения правительство священство и те у которых закрыты глаза говорят что это неизбежно это глобальная система это паутина и люди становятся обезоружены не видя главной цели чтобы мировое правительство ведет человечество в а нас нумеруют как скота и ведут всех на убойник прозрите не наступит процветания и благоденствия не наступит мира и безопасности не будем иметь права и не будем иметь никакой возможности святитель фиоан полтавский сказал цитируем на основании учения святых отцов о том что нужно признавать законной властью которой христиане должны повиноваться святой и сидор полусеи заключает поэтому праве мы сказать что самое дело разумею власть то есть начальство и власть царская установлены богом но если какой злодей беззаконник восхитить сию власть то не утверждает мы знаем что поставлен он богом но говорим что попущено ему изблевать сие лукавство как фараона послание римлянам 13 1 ибо не есть власть если она не от бога игнатий тихонович сам придумал и утверждает своей мысли что роман малыш посланный специально подготовленной спецслужбы украины чтобы устроить майдан анафема 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 вам игнатий тихонович за стукачество за клевету и вы это прекрасно осознаете не лицемерьте самому себе не вводите людей в заблуждение в ересь не заманивайте людей злые сети дьявола зачем придумываете истории те в которые сами не верите разве роман вам враг разве он не вложил своих трудов в развитие потеряется разве он не помогал вам финансово и батюшки десятину давал финансово причем большие суммы видна во всем эта бескорыстная власть знайте мы с вами не воюем мы вас очень любим ценим ваши труды дарованные вам от бога и хотим видеть вас подвижника христова идущего на смерть за христа как он когда-то отдал себя за нас я благодаю всевышнего что познакомилась вечно с вами много научилась от вас лично слава богу господу нашему за все но события которые происходят это не есть нормально вы и гнать и тихонович считаете тех людей которые вам открывают глаза бесноватыми а кто еще вам может это сказать если не рядом с вами любящие вас люди которые видят ваши неправду и еще цитирую слова святого пророка и целителя отрока вячеслава которого очень люблю почитаю и не на секунду не сомневаюсь что это святой отрок святой отрок говорит что люди не знают тайну мироздания свою землю на которой живут про это говорят очень многие ученые можно посмотреть документальные фильмы очень много что мы второе что мы живем только на маленькой части этой планеты которую дал нам господь все остальное от глаз человека сокрытым и что земля не шар и что начать и что та часть земли на которой мы живем похоже на полусферу и покоится на трех белых и очень прочных салатитовых столбах а они стоят на воде третье что святой отрок вячеслав сказал что для того чтобы увидеть что из себя представляет земля и какие у нее размеры для этого нужно подняться хотя бы на уровень солнца а с луны землю увидеть все нельзя слова отрока вячеслава подтверждается и сходится со святым писанием книга и угловодие 5 6 он передвигает горы и не узнают и он превращает их в гневе своем сдвигает землю с места и и и толпы ее дрожат столом семьдесят четыре три четыре когда изберу время я произведу суд по правде колеблется земля и все живущие на ней я утвержу стол по ее и о в тридцать восемь четвертого по шестой стих где ты был когда я полагал основание земли скажи если знаешь кто положил меру ей если знаешь или кто протягивает по ней верфь на чем утверждены основания ее или кто положил краеугольный камень дию а ведь именно с этого момента у вас возникли сомнения под по подозрению а романа малыша как только он заговорил про землю когда-то вы задали мне вопрос как же ты молишься если делаешь такие вещи не смиряешься и не отвергаешь себя да я очень грешная и прошу господа чтобы он утвердил меня маловерным донести свой крест чтобы главное в жизни не свернуть с праведного пути чтобы нам учил меня заповедям и воле его святой чтобы я жила в нем и он во мне я не праведница не считая себя такой но благодарю бога что он по милости ко мне грешной дает мне все необходимое для спасения моей души и тем он мне дал то что я имею я очень боюсь это потерять мне даю мне дано меньше чем с песчинку которую едва видно но вам игнатий технич господ дал очень и очень много почему же вы не молитесь усердно за романа а довели до мерзостного случая милиции хочу спросить вас именно вот 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 этот вопрос почему так случилось не по гордости ли превзошла на два но не гордость ли взошла над вами не я ли стоит на первом месте пожалуйста услышьте тех кто говорит и стучит ваше сердце с любовью а не со злобой но это я как бы так написала чтобы не сбиться мне со смысле игнатий технич несмотря на все вот эти вот обстоятельства несмотря на все что значит у нас сейчас происходит я так думаю что это господь посылает именно такие искушения сейчас для того чтобы мы увидели чтобы мы осознали чтобы мы поняли что действительно есть истина которую надо утвердиться как нам господь повелевает как наше сердце говорит многим от многие пророчествуют да многие старцы пророчествуют и мы мы же понимаем что пророчество их сбывается но не всем старцам было открыто то что допустим а значит по мере же по мере по мере как духовного возрастания значит они открывали то что значит им открывал господь по мере надобности может быть действительно помолитесь игнатий технич я просто вас умоляю просто прошу просто от всего сердца как вот ну как ва ну как ваша дочь да если вы конечно принимаете меня как вашу как ваша дочь прошу просто ваших святых молитв потому что знаю что господь слышит ваши святые молитвы что вы у бога стоите ближе но сейчас сейчас вам не открыто то что действительно надо знать помолитесь господь откроет вы сами когда помните смотрели фильм когда детки да я не помню как название его по моему 6 по моему название по моему так я брать как бы не буду сейчас я просто не помню название этого фильма вот вы когда вышли и значит у вас было написано на лице у вас была боль в сердце у вас были глаза полны болью от того что вам действительно господь очень много открыл и вы сказали что будет такое что и голод будет и разруха будет и будут такие страдания и мучения что очень многие не перенесут даже праведники будут искусимы это мы понятно это есть есть пророчества такие даже праведный господь будет искушать насколько они тверды вере насколько наша вера как сказать наша вера утвердилась и и господь действительно будет нас проверять пожалуйста не примите мои слова как как сказать что как как обвинительные как обвинительно а примите для того чтобы услышать услышать боль моего сердца услышать мои слова как повелевает мне это сделать господь потому что я как бы сейчас сказала нет себя я очень молилась перед тем как не это все сказать я молилась господь открыл мне что надо действительно сказать потому что через третьего лица я не могу говорить я хочу сказать лично вам глаза потому что я вас очень уважаю я вас очень люблю вот это как бы мое такое на мой крик души теперь хочу послушать вас в этом то вы не нуждаетесь вы уже приговор вынесли все слепой и глухой поэтому я ничего не могу сказать я на этом утверждаюсь какой был остаюсь во мне измены никакой никто не увидел за последние 55 лет мне в один день господь это все открыл дальше только было углубление если я знал раньше одного златоуста блаженного фифилакта который переводит то после этого узнал намного много больше но только подтверждала то что есть поэтому я еще тут москва сказать я просто могу сказать мы же на свободе сейчас не в дурдоме сидим я высушил все что сказали ну я так думаю вы помолитесь и господь я думаю что откроет вас вам потому что ну сейчас вот то что вот сейчас происходит да вы как бы не видите это это как бы это мое мнение это не какое-то лично лично там чужое там или какие-то там третьи лица мне сказали это лично мое и все что сейчас я как бы сказала да в 2006 году я уже об этом знала и когда я первый раз об этом услышала я не поверила своим словам но я не поверила то что сейчас происходит в нашем мире я просто не могла поверить это для меня казалось безумным я просмотрела еще несколько раз мне просто дали диск на православной выставке православные люди он десятичасовой или двенадцатичасовой я уже долго просто долго не смотрела не помню это примерно в этих часах где выступают люди не такие как мы с вами а именно те которые разрабатывали непосредственно эту систему еще в по-моему если я не ошибаюсь в семидесятых годах и даже сами они утверждали и говорили что если бы мы знали что будет это все при не применено к людям мы бы этим даже не занимались а это вот наша система глобализация которая сейчас идет весь мир как бы погрузился в нее а мы этого как бы не видим не хотим не хотим видеть просто идет сейчас насильственно все идет вот вы говорите как бы будут люди как бы сами захотят принять примут не захотят не примут нет этого не есть это не есть сейчас так это есть сейчас насильство могу привести даже пример вот люба которая вот выписала у вас книги да вот ее работа значит художественная школе она работает есть стали выдавать карточку мир хотя у нее до этого была другая карточка она значит отказалась на слава я не буду эту карточку принимать так как у меня есть другая карточка и она еще у меня в действии я пусть перечисляет некуда заработной план у нее в принципе стаж уже большой 40 лет она отработала в принципе я как бы терять нечего надо же и написала заявление на увольнение то есть я как бы это сама но дело так в том что значит ее вызвал директор и сказал значит или ты принимаешь карточку или ты увольняешься и меня увольняет с работы второй вариант тебя значит вложат психиатрическую больницу а меня выгонять с работы с работы то есть это вот как бы идет все насильственно то есть здесь никак никакой то выдумки никакого то допустим каких-то придуманных историй здесь нет здесь истина идет правда то есть люди как бы вот настраивают как сказать ну люди как бы уверены что значит ничего здесь в этом страшного нет оказывается в этом страшное есть. То есть почему идет и почему идет насильственно? Потому что чтобы все приняли вот эти карточки, и потом будет уже воздействие. Тогда, когда вся эта система будет принята, только тогда будет воздействие на каждого человека. Она и сейчас идет отдельными людьми. Отдельными лицами. Она и сейчас есть. Но почему-то это не видят люди. Хочу спросить у вас. Вы этого видите, Игнат Степанович? Меня Господь послал не с цифрами бороться на бумаге, а сказал, идите и проповедуйте Евангелие. То, что вы говорили, краем даже не задели. То, что есть вот это, это ложные посулы, ложные цели, поставленные дьяволом. И он накручивает и здесь. И каждый пожинает то, что есть. Ну, то есть вы утверждаете, что если я сказала то, что я сейчас сказала, значит, вы утверждаете, что это есть неистина. Я не говорил этого, что есть неистина. Я сказал, это не цель для нас. И нас она не касается. И то, что вы говорите, это никак не влияет на то, что запрограммировано Богом, не сатаною. Бог запрограммировал мир, и чем закончится, все уже написано. И поэтому, как Игнатий Бричинин сказал, не посмею даже рукой своей задержать поток, тебя просто сметет. Мы ничего не можем делать, кроме того, что спасая себя, спаси другого, как благовестием. Об этом не вы, никто не говорит, те, которые около вас. А мне Господь позволил говорить об этом. И мне каждый день поступает сведение со всех концов земли, сколько новых людей приходит к Богу. Из сект, из разных, неверующих, из кришнаитов. Я знать не знаю. Я называю там духовное, отец. Я не считаю себя таким, но живое слово трогает душу. И они говорят, где были. Вот это я могу сказать. Мне это заповедано Богом. А не то, что я буду с сыпьей бороться, или где-то на бумаге, какое имя. Это ложная цель, куда сатана столкнул миллионы людей сегодня. И люди там барахтаются и борются с тенью, как с ветряными мельницами. И посмотришь, а на деле-то ничего нету. Пустой звук в пустой бочке. Я об этом тоже как бы упомянула, что наше священство-то ничего и не говорит людям. Люди-то ничего и не знают. Все сами идут в ад и людей тащат в ад. Нет у нас благовеста такого, как вы. Я об этом и затронула тему, что нету такого благовеста. Я говорю, что я за 46 лет увидела и услышала первый раз вас. За 46 лет первый раз вас увидели. Поэтому я благодарна Господу, что есть ещё на земле такие люди-проповедники, которые наставляют нас на истину. Есть. Поэтому я очень рада и я очень благодарна Богу, что Господь позволил мне увидеть, познакомиться с вами, общаться с вами воистину, воочию, слышать и видеть вас. Ну, я как бы сказала то, что я хотела, Евгений Петрович. Поэтому вы простите за всё, что если в ресторане, если я где-то там, ну, может быть, как-то обидела вас мысленно, может быть, словом, может быть, обидела вас. Поэтому я не хотела, как бы, нанести никакой боли, никакого урона. Значит, вас, я вас очень люблю и почитаю. Очень люблю. Но я хочу, чтобы все спаслись люди, все на земле, всех. Я всех очень люблю. И общину очень люблю, и всех люблю. Очень. И очень, и очень, и очень, как бы дорожу всеми. Ну, я то, что вот увидела, то, что как нам, легло на сердце, я как бы так и сказала. Ну, а там же Господь, Бог, Судья. У меня всё. Спасибо Господу за всё. Когда начинают вот эти обвинения там люди, они ничем не занимаются. Мне приходится оглядываться назад и говорить, а про кого они говорят? Вас, люди, рядом, это всё обман. Ничего этого нет. Когда умирал патриарх Тарасий, его окружились бемоны. Он канонизированный, патриарх. И давай представлять, вот такие вот и то-то, близкие люди говорят. Он говорит, всё, вы лжёте, ничего этого нет. И то, что вы на меня сказали, это ничего этого нет. И рядом люди, и роман каждый день там подбрасывает какие-то, где-то кто-то сказал плохо. Меня это никак не касается, потому что к делу-то не относится. Меня Господь сразу вырвал 27 сентября в 62 году. Вырвал из этого мира. И поэтому то, что сделано, это перед Богом, только благодать. Моё там ничего нет. А вы говорите, это ваше право говорить. Мне дал Бог этот путь. Я выйду. И бороться с какими-то там глобальными проблемами, как они говорят. Я это слово-то не люблю. Я не намерен и не буду никогда. Я только сейчас пришёл домой. Вот сейчас. Я зашёл домой, а в это время звонок. И где я был, и кому свидетельствовал о Боге. И сколько радости получили люди. А это что говорить? Это никуда. Это эфемерный. Где? С кем? Кого? Там где-то. Сатана. И сатана здесь он. Роман чем-то недоволен. Он только то получает, что раскрутил. Его никто не трогал. Это другой Роман, который приехал. Я вам скажу, абсолютно другой. Мы были рядом с ним. Говорят, а почему при вас не выявился? Я был рядом. И сила Господня нейтрализовала его. У нас не было слова против ни одного. Тут он сразу. Ещё в январе этого, 2018 года, причащается у отца Акима, а через неделю объявляет всю патриархию ересью, патриарха еретиком. Батюшка, недействительный священник. Недействительный, значит, недействительного крещения, недействительного причащения. Это можно объяснить только полным, абсолютным отречением. Он безбожник. Верующий этого не может сам на себя такую миссию брать. Говорить куда-то, я же это вижу, слышу. Я о нём молюсь, дорогая Марина, и день, и ночь. Он о себе столько не молился за всю жизнь, сколько я за него с нашим знакомым. Это знают только самые-самые близкие люди. И ничего нету. Там одна потоком идёт ложь. И кто-то там где-то находят там, это ему всё говорят. Он бы приструнил это на его ролики. Сожжём там то другое, ты руководитель, ты отец. Если он отец, вся эта чертовщина, бесовщина, это его, это он отец её. И он признаёт. Он бы сразу их вычеркнул, разговора не было, заблокировал. Он это всё берёт, мерзать, эту блевотину, и на меня каждый раз перекидывает. Ты всё сегодня перекидывал. Ты не знаешь просто. У него нет веры никакой сейчас. И что будет, я не руковожу этим. Господь руководит. Я молюсь только так, чтобы Господь сделал воля его, открыла ему глаза. Сейчас он в полном, абсолютном бесновании. У него нет никакой надежды на спасение, потому что он богохульник и клеветник. Он объявляет, сам сидит в этом железном контейнере и объявляет еретиками всю патриархию, и монахов, и монастырей, кто не имеет никаких номеров. Он обезумел полностью. Это факт. Говорят документы до паспорта батюшка, говорит, поднимите руки. Вот заметьте, какая ложь идет. Кто согласен показать паспорта? Все показали. Ну, согласны, не надо, я вот так знаю это. А то показали, нигде не написано, не сказано. То есть, маленькая ложь, но она проверяет абсолютно все. Я прослушал, вы попросили вас не перебивать, я ответил. Земля какая? У него знаний никаких нет. Он пишет в одном слове по две ошибки. Грамоты никакой нету. Заниматься не хотел. Что он может создать? Две жены и тени с ним. Один вопрос. У него такой характер. Но рядом со мной у него ничего этого не было. А что там за финансы? Я у него ни рубля не должен. Если он чем-то помог, тот приехал сюда, я ему до рубля вернул. Я могу сказать даже больше, что наоборот, он даже должен. А он говорит, а я дал там, он сейчас электричество там жжет, а это от меня тянется. Надо рассчитывать все. Говорит, ты рассчитайся. А я дрова дал. Дрова все кололи наши ребята, они там были. И бетон заливали, там все работали. Он как будто не знает этого. Зачем это неправду-то говорить? Кто-то взял что-то. До десятину ты не батюшке платишь, это Божье. Ты обкрадываешь Бога, ты не платил. И что он нагораживает, а ничего у него нет. И сейчас сидит, вот последний ролик, и он думает, что-то тянет, видно, что он изошел. Все. У него нет ничего больше. И везде выискивает, где-то про меня кто сказал. И мы рядом, мы его знаем. Как они знают? Вот я в Кадниково. Говорю, проповедую. Один подошел мужчина, что вы его слушаете? Это люди, это такие люди, это страшно сказать. Я его еще знаю, вот таким и показал рукой. Ну, три года ребенка. Я говорю, а вы с какого года? Он оказался на 18 лет моложе меня. И он меня вот такого видел. Я говорю, у меня вот паспорт, посмотрите, и люди все на него, да ты что ж, что я лжешь-то? Он меня вот такого видел, когда мне два года, а он появится там на 18 лет позже меня на свет. Ну, тут доказывать еще не надо. Роман обманывает. У нас восстановить потерявку, но не разрушить. А его показывают, как самым жутким разорителем. Он еще не сделает. Это бесполезно. Бесполезно. А что, Господь? И сейчас он мечется. У него выхода никакого нет, какой-то съехать. И он это понимает. А если вернется, значит, примет тогда этот номер, ННН, без этого ему ни паспорт, ни проезда, ни регистрация, ничего не будет. Он должен отказаться от своего этого дьявольского заблуждения об этих номерах, ННН, шестерки бояться. Не надо шестерить. Или ты принимаешь, или ничего не будет. Ему уже выписали мандат. Не позже, чем через два месяца, чтобы он покинул территорию. Иначе он прекрасно знает. А у нас нельзя обращаться. Положено, проголосовали все в собрании. Как? Он буйствует. Он поносит все. Вы не знаешь, сколько он роликов еще выставил. Полное, абсолютное безумие. Даже порошинки ума никакого не осталось. И поэтому мы должны адекватные меры принять, что мы руки распустили. Это он не вложил. А он восстанавливал, потеряю. Ну и что? Так если он думал жить, он и восстанавливал. Для меня он ничего не делал. Ну, единственное, там две дырочки прожег на голубятни. А остальное мы пруды делали. Да, я везде говорю, молодец. Нигде противоречия не было. Сколько свай он на четыре клином, чтобы обрезать. У нас вообще ничего не было. Только я уехал, сатана полную власть взял над ним. Я ничего не могу ему сказать. Зачем? Все сказано. Сейчас вот ролик выставили, и там написано хронология одного предательства. Это не я делаю, это кто-то делает так. И показано там в всех роликах, как он приезжает, как встречаемся, как целуемся. И теперь такую несет муру, это слушать даже нечего. Как будто я его лютый враг какой. Сайт Игнатий Еретик. Игнатий Еретик, он один. Меня еретиком никто не считает. Ни один монастырь, ни патриарх, ни епископ, и никто. А знают не здесь только, а далеко дальше. Я могу показать. Почти на все континенты. Ну, посещаем, сколько 14 миллионов. Миллионов. И дальше. И опять новый пишет. Лже-миссионер. Я лже-миссионер. 55 лет. Сегодня вообще никого нету, которому удалось бы это сделать. Это Олег Синяев говорит, Андрей Кураев считает там это. Я себя таким не считаю, у меня ничего нет этого. Но Господь это делает. Как сейчас выступил доктор Павел Бочков, доктор богословия, патриархии. Игнатий по-разному воспринимает. Но то, что тысячи людей пришли в московскую патриархию, это что-то значит или нет? А для него патриархия не, что это как раз я плохо делаю? Ну, что тут говорить-то? Зачем я буду говорить? Я просто вам дал для вас лично, чтобы вы поняли, что вы сказали про меня. Ни одного слова нет правильного. Ни одного. Я показал. Вот он у меня знает, а на 18 лет позже родился. И так вот он ничего не знает, сидит. Он в интернете эту блевотину собирает день и ночь. Где что найдет, то и глотает. И у меня бросает потом. Мне никакого вреда от этого нет. Я так же ложусь спать, так же встаю, так же обедаю и так же молимся. Сейчас, сегодня, третий раз у нас будет канон Андрея Крисова. Для него сейчас ничего святого нет. Это обман. И он борьбу эту начал ни раньше, ни позже перед выборами президента Российской Федерации. Он сам заставляет думать. Ничего мы не утверждаем, но очень похоже. Очень. Поэтому пусть власть разбирается. У меня есть полное право обратиться. А то стукач, заложили. Говорит-то как блатяга какой. Мне не надо говорить. Павла растянули, он говорит, а позволительно ли это римского гражданина? Иди один раз. Племянника посылают, иди, должи власти. Власть для того и дана, чтобы охранять нас. Для этого налоги платятся. Я куда обратился? Каким-то его там шляхом, с которым он дружбу водит. К Славику. К Славику исследовали, все ничего нет. Вышел священник, сейчас там называют его там Михаил. Это я, говорит, книги про него составил. Ничего не было. Я каюсь перед народом. Про Славика. Ничего этого не было. Комиссия разобрала все случаи, какие были. Ничего этого не было. Это Валентина Афанасьевна, и там одна еще Татьяна. Они раскрутку сделали. А теперь там они построили, на могиле там приезжают люди, там плавают в золоте. Зачем он? Пацаненок трехлетний, он знает про динозавров под землей. Он что видел в мультике, он все это говорит. Ну, какую голову надо иметь, чтобы не понимать это. Церковь никогда не обращалась к несовершеннолетним, считая за пророков. Но если было даже, поднял его Дух Божий и сказал, святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные. Так видало это все. А здесь ничего нету. Никто ничего не знает. Ему нужно, Роману сейчас, чтобы было по его. Он как вот плелся сзади. Но очередь длинная. Впереди идут там люди, епископы, ну, скажем так, сто километров. А он теперь объявляет всех, идти надо в другую сторону. Теперь он сзади был, а теперь первый. И теперь он диктует, что я должен сделать, об этом молиться. Я буду молиться еще больше, чтобы мне Бог не открыл, как ему открыл. Чтобы не было этого безумия. Он никого не видит. Какие-то души он привел ко Христу? Нет, конечно. Мы слишком разные, в разных категориях. И поэтому я ни с какой стороны не могу к нему обратиться. Он ничего не слышит. Глаза закатил. Глаза бешеные прямо. Вы еще не видите разве? Все говорят, да посмотрите, уже тоже законченный. В дурдоме закончен. Показывают. Совсем не понимать. Я с людьми знаюсь ни день, ни два. И заключенными, и детский лагерь 45 лет, и поездки, и встречи. Я вижу, что это за человек. И вот здесь он показан, приезжает, целует, радостно. У него другая жизнь началась. Что он ради поднялся-то? Кто его толкнул? Какой его дьявол кнул шилом в задницу? Зачем это ему нужно? Он только что-то причащался. И батюшка объявляет незаконно, недействительно. И мы должны слушать. Ты сама подумай, Марина. А это что означает? То есть полное разрушение деревни. А верующих нет, и ни церковь не нужна. И я туда не пойду. Это враг. Притом враг безумный. Бывает враг какие-то, а он собирает все. Вот бывает там 15 человек и против, говорят, там мерзости. И он это все берет, на меня кидает. Но если он мне, друг, разве он где-то сегодня еще только закинул? Вы не обольщайтесь этим. Он, я знаю, вы не такие, чтобы, но собрали там, что написал. Он там говорит в мужском роде. Это его писанина-то. Ну и что? Ну, сказал. Сказали, высушить. Я высушил. Выслушил, и никакого отношения ко мне не имеет это. Ни первое, ни второе. Хвалу и клевету приемля равнодушно и не оспаривай глупца. Пушкин. И мне не надо не оправдываться ничего. Мне некогда этой глупостью заниматься. Некогда. Я встаю от сегодня 15 минут первого и уже больше не ложусь. Я успеваю отвечать на письма, а речь идет ни о двух, ни о трех. Да подробности просят. Там беда, там болеют. Мне хоть не отходи никуда, день и ночь молись. Да пишут-то со всех. А ты сказала Людмиле, мы каждый день молимся о ней. Ты сказала. И ты для нас не чужая. Игнатий Тихонович, да, она как бы хочу, чтобы усилили молитву, но, наверное, скорее всего, душа скоро покинет ее тело. Она совсем очень плохая, она уже почти не говорит ничего. То есть ей сказать слово здравствуй очень тяжело. То есть у нее началась водянка, по всему телу, кроме правой руки. Так она вся уже как бы такая вся. И у нее уже дошло до легких. Ей врач, она сейчас в больнице лежит две недели уже. Ей врач в понедельник хотел выкачать жидкость, но она не согласилась. Она сказала, Господь, сколько даст, сколько я проживу. утвердилась она, но слава Богу, что она не отчаивается. Горло болит, простите. Она, слава Богу, не отчаивается. И Иисусову молитву она-то сейчас только читает, потому что читать ей очень тяжело, и она только Иисусову молитву сейчас говорит. По возможности. Поэтому прошу ваших святых молитв молиться, молиться. Мы молимся. Как Господу будет угодно. А смотри, Роман, он двуперся, он не принимает этой ересь. Он совершенно безумный. Князь Владимир крестился так, Сергий Радонерский, Антоний, Феодосий, основатели русского монашества, 700 лет так молились. Атоникон перевернул, но церковь признала то и другое спасительным. Он только так. У него никакого понятия нет. У него ни страха Божия нет, ни веры, ничего нет. Это безбожник. Верующий я за всю жизнь не видал такого, чтобы в один день перевернуть вот так все наоборот. Ходил, причащался, радостный, из воды выходил, крещение, а все недействительно. А почему? Началось с плоской земли. А дальше поволок сатана его убил, говорит, как собаченку на цепи по забору. Совершенно не принимает ничего. И дальше он уже собирает что только хочет с земли, от солнца увидеть, что толковать-то? Да оттуда ее и... Порошинку-то не видно даже. А с Луны ее сфотографировали, когда космонавты были. А космонавты были, но не летали. Я должен с ним соглашаться. Ну как я буду выглядеть-то? Ну у него машина есть-есть. И там ИНН стоит-то. Он дурью мается-то. Паспорт какой-то там негодный сжег, но сжег. И в интернет выставляет, какой он патриот. Какой патриот? Никого не видел. А у меня есть духовник другой. Ну батюшка как должен смотреть? Столько время я его исповедовал. И вдруг все, ты не священник. Ну как он больше батюшка что? А у ИННН. Он определяет по бумажке, по цифре. 666. Повторяю, если это простая цифра, то не надо было говорить, кто имеет мудрость, тот сочти. Ну как считать? Ну трижды 6, 18 я сосчитал, у меня мудрость. Не об этом речь идет. Но когда узнает? Когда придет Антихрист, и тогда поймете в этом зашифровано. А сегодня она ничего не значит. В каждой книге 666 страниц, 666 километра. Ну нельзя то так. А как? Вы все лжете, как вот Тарасий сказал этим бесам. У меня это никак не действует. Никак. Его там не было, где мы были. Он не видел этих людей кающихся, приходящих к Богу. Вот вчера сейчас ролик составили из Иерусалима, там Евгения. Сколько я слышал, ходил, а родился в какой-то семье. Но встреча с Игнатием открыла дверь православия. Я ничего не делал. Моего там нету, ни награды, ничего. Это Бог. Бог это положил и сделал. Это нельзя сделать. Я подсчет сейчас посмотрел, мне интересно было. У меня вот стихотворение написано. То оказалось, вот слушай внимательно. Пушкин, Лермонтов, на пальцах загибай, Некрасов, Александр Блок, Есенин, Расул Гамзатов, Евгений Тушенко, баснописец Крылов, Никитин, Роберт Рождественский, за всю жизнь они написали меньше, вместе взятое стихотворение, они написали 3213, 3113. Это я пересчитывал, мне интересно было узнать. А у меня 3467, за 9 лет, так у меня одно стихотворение все перетянут, а не о Боге. Они там о чем, платье шуршало, там погода, радуга. Так я пересчитывал 10 поэтов самых известных. Почему? Потому что у меня написано, это вот пачка продается бумаги, 500 листов, это 7 пачек, все исписать, а из них 86 стихотворений на музыку положено, и ни одной помарки нету. Я нигде не... На молитве одно слово, два захватил, кончилось, только успел дописать. 36 раз надо открыть Библию, я указываю, с какой взята мысль. 36. Это в мировой литературе никогда не было? Это ваше? Нет, конечно. Это Бог открыл. И открыл такое, что люди трижды считают, я говорю, только начал проникать. Вообще раз стихотворение прислали, 6 мест в одном стихотворении, мы не можем понять, о чем я сейчас. Я говорю, открытым текстом, раз, и дал пояснение. Сегодня как раз события были, я показал. Я молился 37 лет, ждал помощников. Такой у меня труд, что его надо сделать, сделать, чтобы поставить теперь на Ютуб. Никак. Одновременно незнакомые люди, 6 человек пришли, было 5, 6 явился, из Америки, и взялись, они златоустом ставят, оформляют другие жития, третье добротолюбие, третью Библию. Это не я делаю. Я их не знал. Два Сергея, два Андрея, перечисляю где. Откуда они взялись? Бог. Я о Романе, я молюсь, да будет воля твоя. Да будет воля твоя. И о Людмиле, прошу воли его, наша воля, очень часто противоречит воле Божьей. Он говорит, мой путь не ваш путь, мои пути не ваши пути. И Господне, говорит, то оно намного выше. И поэтому от него ничего уже принимать себе не может, ничего нет. Он не может выйти из этого состояния. Вот хотя бы сейчас. Вот сегодня утром так он опять каждую ночь присылает. Он сидит один в бункер. Батюшка говорит, говорит-то где, на собрании, и он батюшке слова не дает, говорит, давит с батюшкой сроду, мы не видели, чтобы так разговаривали. То есть он оборзел, что я теперь не признаю церковь, ты для меня попяра никто. Он неверующий безумец по Слову Божию. А если Бог есть, так если суд Божий, то он к себе ничего не применяет. И слова, которые считали, ни одно к месту-то не относится. Почему? Нету благодати и разумения Слова Божия. И он сидит, глаза закатит, а это вот говорится, а вот это, кто-то. Зачем сюда ехал? Игнатий изменился? Повторяю, 55 лет назад мне Бог это все вложил буквально в один день. Я нигде ни разу не отступил. Почему? Мои книги исследуют в трех епархиях сенсорские отделы. Одесский монастырь передали сейчас профессор, Дворкин исследует, и Киево-Печорской лавре, это центр православия. И за 15 лет ни одного слова упрек не написали. А он сидит, полуграмотный мужичонка, покинутый всеми. И он, книги Лапкина, в них я нахожу, ереси. Ну, еще я могу сказать, ну, ребенок, ребенок, при том, гиперповрежденный, больной, паралитик. Еще я могу сказать, слышите, да кто, зачем себя унижать-то? Делай, беснуйся, но это наконец-то придет. И он сейчас, что он понимает, что все уже, уже на крючке сидит. Ну, ты обманул батюшку, я поеду, не поехал, это не обман? Батюшка, зачем? Зачем я ему говорил, Роман, по-другому нельзя, надо скорее ехать. Ну, вот то другое. Он обман, у него цель была другая. А теперь он разоблачается, как по заданию. Мы все это сочленяем вместе, не поврось события. Зачем ему это нужно? А тут сел, как голубчик, и поехал. И оттам, ему положили. Вот сейчас бумага приходит одна, так это еще не забирает ФСБ. Еще пока только это нижние органы берут. Он сам напоролся. Я почему должен смотреть на это? Это твое дело? Ты решил так против всех воевать? Какую-то кодлу это он набирает? Безбожник. Ему говорят, Роман, это бот, это робот, и другу отвечает, никого нет. Он на полном серьезе воспринимает. И люди говорят, да вы же видите, шизофреник, он совершенно безумно говорит. Ты посчитай, какие отзывы-то. А он берет, кто против. Раз против, значит, я на пути Господнем. Опровержения-то нет. А что я против? Это означает Господь. Гнали меня, будут гнать и вас. Но те, которые против, так говорят, они потом приходят, падают, говорят, у меня ноги слезами обливают. Нас священник побудил на это, мы написали статью, у меня сколько таких людей было-то. Я говорю, да наплевать, да забыть, поговорка есть. Моего тут ничего нет. Он избрал этот путь, пусть идет. Не я туда приехал, он приехал на мою родину. Значит, оставался бы в том же режиме и так бы был. Когда я уехал осенью, ничего не было. Я только думал, советовался, кого Роману дать, чтобы одному тяжело, там эти брусья. Как ему это сделать-то поскорее-то? Я о том думаю. Он в это время клепает и клепает, и вдруг выходит Игнатий, еретик. Еретик. У нас епископ был 13 лет. Близкие отношения. И сидим, епископы сидят здесь, и он говорит, обвините Игнатия вне православия, никому не удастся. Он супер православный. Так он 13 лет пил и ел с нами, а этот знать не знает. В бункере сидит там, как говорит Гитлер перед смертью, и он решает, я еретик или не еретик. То есть он разбрасывается словами, вообще не знает. Он окружен демонами. Отойди от него. Не лезь. Иначе будешь сметена вместе с ним. Болезнь или что-то Бог даст. У меня не было ни одного случая. Он восприсплятывал здесь. Сразу Бог подкосил, он лег два дня, глазами хлопал, лежал. Ты чего лежишь-то? Не знает. Это Бог делает? Не я. Я его пальцем не задевал. У меня сколько раз это в жизни было. Игнатий Тихонович, а где это можно почитать? О чем? Ну, то, что вы сейчас сказали, что там ему пишут. Да у него же, спросите, скажите, что тебе написали? Я могу тебе скинуть. Да просто неприватно, что эту блевотину буду на тебя накидывать-то. Ты ужаснешься, что они пишут. Всякие матершины. И он это все перекидывает. Всякие угрозы. Ты давай, Роман, вот тот-то зять Глушкова. А какой зять Глушкова-то? У него родился ребенок, он в дальнем плавании. Его нету. Дальнобойщик-то. А они уже его туда, то есть, ну, что хотят, комбинируют. Мы на подходе, искорченные, мы сразу бросимся, мы разгромим это, то другое. И он это все нам перекидывает. Ну, вот громи, сейчас тебя начинает, все затих. Почему я должен смотреть? Он ничего еще не вложил в свое. А мы 26 лет, 27 лет теперь уже. Как трудно было статус получить. Представь, в 30 с лишним раз только я был в краевой администрации, в прокуратуре края, комиссия за комиссией, пока землю отобрали, пока зарегистрировали. Он готов, я пришел и все. Мы эту потеряевку на нет сведем. И он это все слышит. Она ему не нужна. Я должен молчать. А как, Варья Гирьевна, на каждый выпад врага я серии ударов отвечаю. У нас в лагере были эти, нападали. Это ГТРК, Алтай, это телевидение, еврейская организация, ВНСР, какие-то профессора, там кого только не было, КПРФ, первый секретарь, все на меня. Я попросил сатисфакции, называется, извинения, нету, я подал в суд, все три суда полностью выиграл. Краевой отдел юстиции дает, это православные христиане, где к деструктивным или к тоталитарным сектам не относятся, они за каждое слово ответили, заплатили. Он не знает, куда еще вылез, а на кого напал. Одним щеночком, а так вот, и будешь в Украине. Почему я должен слушать его безумие? Я его не вызывал на себя, я молчал до конца, но вижу дальше уже, ну мне говорят, что молчишь? Молчание, значит, знак согласия, у людей-то еще что? Ничего, какого согласия-то? Ну надо, я вам скажу. Вот так, я всегда подтверждаю, хороший работник, как он приехал, и даже уедет память, что повалены тополя были. Все. А дрова, тогда вауны не колол, кололи-то, может, там чуть-чуть колол. Там у него был Сергей Игнатов, а Никита, эти даже не вылазились, Володя, каждый раз, только идите скорее. Даже пообедать куда-то, Роман, иди у нас тут. Вот видите, я тут прекрасно знаю, там что делить-то? Но только я уехал, там началась другая работа. Это не он делает, на него у меня какое-то, жалость. Это нечистая сила, он предался ей полностью. И поэтому ваши обменения, мой адрес, они меня не касаются, я спросил, про кого они говорят? Люди, которые рядом, люди, которые рядом. Ты не видел, какие-то люди рядом? Как они встречают, как провожают. Которые люди. Все до одного пришли, через мои занятия в университете. Тебе это неизвестно? Но одна душа спасенная, дороже целого мира, полного золотом. Известная, Игорь Михайлович. И что толковать? Что он тебе дал? Он еще и не дал, а там давать нечего. И он сидит, перетолковывает, это так, а вот это, я должен, земля такая, поверить. Я ему сказал, поехали на Байкал. В течение двух дней туда-сюда, я тебе докажу, что земля это шар. 4800, и дальше не видно. Если на табуретку встанешь, видно, это горб земли. Это только Байкал, когда ровно застывает. Он не поехал. Притом, это на Байкал, я нигде не высчитал. Я просто подумал, должна быть идеально ровная поверхность. Она только на воде, и где волнения нет, а только Байкал, окруженный горами. Я сказал, поехали, красную материю берем, 2 на 2 метра сделаем там на месте, и дальше табуретку. 4800, 5 километров уже не видать. На табуретку встал, тогда видать. Ну, что непонятно-то? Ну, он не может рассуждать, у него отшиблены мозги. Совершенно. Я должен покориться ему. Притом, в деревне, там все он, там даже, которые крестятся двумя перстами, он и старобрядца всех врагами себе сделал-то. У него никого нет, ни одного человека. А эти роботы, что ему пишут, он серьезно воспринимает, что это действительно люди, которые имеют какое-то значение, значение выдвигает тогда. Давай тут на прокуратуру, на МВД России. Так еще ФСБ не занималось-то. Еще там заявление лежит. И краевая администрация еще будет заниматься. И миграция, то есть ему здесь места нету. Самое лучшее, что он может сделать, это покаяться перед Богом и спросить, вернуть ему разум. Стать тем, кем он приехал. Я не изменился, он изменился, мы не изменились. Теперь патриархи, и там он приехал здесь, заявил еще, если митрополит Сергий приедет, Иванников, я не буду ходить. То есть он уже себя выше митрополита считает. Он не будет. А для нас митрополит очень близок. Было здесь прежний, был епископ, Максим. Недобрые отношения, он говорит, священник один сказал, ни одного совещания ни начали, ни кончили, чтобы он вас не протащил. А уезжал, приехал в Потеряевку. Все. А этот приехал, сам приезжает на два раза в году, и на День деревни, и на престольный праздник. А он теперь будет сидеть. Ну и сиди там в бункере. Сиди. Так мозги-то повредятся от этого. Ничего абсолютно нельзя сейчас сделать. У него повреждения неисцельные. Земля стоит, это может быть столбы на китах, на воде. Столбы на воде не стоят. Он образного выражения не понимает, на полном серьезе. Ты знаешь, это Галина Влеська была. Которые были и знают, все понимают, он совершенно сумасшедший. У него шарик за шарик заехали. А что, власть, вот эта гордость, что на меня гнали, это все его. Достоевский говорит, хочешь сильнее уязвить противника, обвиняй его в собственных грехах. И он обвиняет меня. Гордость какая? В чем? Ну покажи конкретно, где? Притом вы сами говорите, мне что дал Бог? Так я воспользовался этим или нет? Я все отдал. Не знаю ни дня, ни ночи. Скопление народа, как Павел перечисляет. Я более всех вас потрудился. Впрочем, не я, но благодать Божия во мне. Павел не боялся сказать. Он же не может сказать, подражайте мне, я могу это сказать. Мы сидим в епархии, в священнике. Я день молчал, а на другой день сказал, скажите, вот вы говорите, вот мне похвальные слова, вот вы хотите быть как у нас, общины у вас такой нету, но как я, подражать хотите, да? А мы вас, я говорю, как чумы болотные боимся. И мы в московскую патриархию никогда не пойдем. И не из-за того, что она безблагодатная, потому что вы такие слова не держите. И они это понимают, под столом, говорят, руку жмут. Вот как. Да, все так. Согласна. Согласна. Ты же сужая, ты же никак. Притом, вот много пишет об этом, влезь Кагалина, она узнает, и только она прямо видит, а дух лжи полностью обуял им. Зачем его? Какой сатана его вытаскивал на это? На меня нападать? На меня? Все знают, что основатель потеряевки, сколько вложил, регистрация, и все. И он на меня нападает. Ну, явно, что не по зубам. Ему можно сказать, что на юге есть такая птица, говорят, она поедает, вот как дятел, шишки долбит, там щель найдет, поставит туда шишку, а потом долбит и семена достает. А эта птица на одном месте поймает птицу, которую ее там так, где раздвоено, она туда закладывает и теребит, а кости падает вниз. А когда нет ничего, она полетает и ничего не может найти, как сокол. Она берет тогда кость эту, которую любую-то, и сначала через задний проход проверяет, пройдет или нет, а потом глотает. Пусть бы он примерил сначала, зайду я к нему или нет. Он подавился сразу. За меня молятся столько людей, которых ты в глаза не видел. И в Австралии, и в Америке, и в Канаде. Я только гляну на карту, где есть люди, получают ролики. У меня сейчас только выступил этот Максим Степаненко. На меня нападали тут некоторые. Но у вас и партийальный отдел, свой сайт, вы нападаете на этого старика, у которого ни образования, ничего нет. У вас, и дальше называют, сколько там, ну, 112 там, тысяч всего просмотров. У него 14 миллионов. У вас подписчиков сколько там? 1200. У него уже 14 тысяч, и вы раньше возникли. Так это один. Один. 9900 роликов-то. А у него вместе взятых где-то 230, что ли. У них ничего нету. И поэтому, что с ним будем воевать-то? Мое дело проповедовать идти. Господь, уходя из земли, сказал, идите и благовестуйте Евангелие. Ни цифры, ничего не значит. Вот я сейчас лоб подставляю. Рисуйте мне одни шестерки с головы до ног, а я буду истерно молиться и плакать перед Богом. Это никакого значения не имеет. Это отречение, говорит Андрей Кесарик, когда отрекся, ты принял его за Бога, который сидит в Иерусалиме, мы шахта. Все, согласен, чтобы тебе дали номер, чтобы тебя знали, за своего принимали. Все, иди, получай. Это на костной ткани или где-то будет. А это борется с бумажками. Имя отняли, это наворачивают люди, я знаю кто, Авель, Симеонов, другие ездят. Ну, ты-то зачем им поверил-то? А вам как повредило? У меня в Америке спросили, как вам КГБ повредило? Я говорю, никак. Так вас же сажали. Мне такую закалку там дали. Как Солженицын говорит в архипелаге, выйдя из тюрьмы, я сказал, благословляю тебя тюрьма. Вот как. Ко мне Бог располагал все начальство. Из тюрьмы я выхожу, и приехала машина, чтобы до дома довезти. И заходит, и говорит, я вашей матери, подполковник КГБ, обещал вернуть вас домой, и я вернул. Златоустов всего возвращают. Всем давали кличку, кто-то работал. Я не запятнан ни одной цифрой нигде. Я сделал запрос. Я говорю, говорят, что нигде. Вы в разработке были под своим именем и фамилией. Потому что первый допрос сделать, я его уже обращаю к Богу. Начальник тюрьмы умер по-христиански. Следователь, который вел, принял троекратное погружение, крещение принял. Я спрашиваю, у кого так было, чтобы камеру открывали, и сверху приходили охранники и слушали. Не было. На пять-шестей день разбитый по полтора часа. Псалтырь за два дня просчитываю в камере. Новый Завет за неделю. Никто не слышал это. Почему? Моего тут нечего. Бог. Бог до минуты точно поднимал. Подъем в шесть, меня ровно в четыре поднимал Господь. Охранники сверяют. Он сейчас лежит, говорит, вот лег, руку не убирает. Сейчас только нигде звонка, ничего нет, и тишина мертвая. Сейчас он встанет. Я встал, вот это утреннее у меня молитва будет до шести часов. Где он был? Он же ничего не знает. У него немирный характер. Ни старая, ни новая жена ему. Ну, никто, он чужой. Ну, потому что, ты видишь, какой въедливый. В меня вцепился, ну, маленько, примерил, кость-то пройдет или нет. Он подавился сразу. Почему? Он не меня тронул. Он тронул то, что мне Господь дал. Сколько людей за мной стоит. Я могу показать конкретно, вот такой-то человек, вот он здесь, и все. Я приезжаю, с дальней поездки меня сестры там обнимают, я не могу оторваться. Ой, да одни мощи приехали. Мы уже готовимся. Уже две ставки там. Ростовская область и Калужская. Теперь мы идем до другого океана. Сколько? Девять лет не вылазил, сидел, писал, и все. Бог издал книги, и я их теперь сам развожу по всему миру. Библиотеки во все. Да, он что имеет? Да ничего нет у него. У него листика ни одного нет. А вы как его? Никак, только молюсь. Господи. Судный день. Не помяни Роману безумие его, он поддался этому. Жил блудно. Над ним ворожили его приворажив. Он говорит, подвески волшебные делали. Вот где бес вошел в него. Это он рассказывает. Ну, там считали, что изопринение подтверждено, я не знаю. Но это он сам сказал-то Людмила Степановна. Ну, ведет у себя именно ненормально. Все строится. Здесь поехал, мы молимся. Он вернулся сейчас. Все было бы как задумано. Перевернуть вот так, это только может человеку, у которого кто-то выше стоит, и который сказал, все, кнопку нажал, давай теперь вот так делай. Он безбожник. Страха никакого нет. Здесь что, во-первых, возраст не подходит, ни наш подвиг, ни труд перед Богом. Мы неравные. Я еще буду с ним говорить, унижать себя. Мне с ним разговаривать, как с ребенком пятилетним. А он приехал, доволен, и видно ролики, он целует, обнимается, и у меня не было подозрения никогда, почему, когда он подходил, видимо, Господь разбегал все эти ворота. Ни одного демона рядом не оставалось. Он улыбался, смотрел, лучезарный такой. Лучшего человека по помощи, когда по прудам нынче было. Это прудам. Для меня и не надо было. Он безотказный везде, я это везде подтверждаю. Только уехал сразу, вот так вот. Зачем? Я еретик, ну успокойся, я еретик. Но эту ересь, которую на меня навешал, никто не признает. Никто. Ни баптисты, ни православные, ни католики, ни мусульмане. Ко мне все относятся с величайшим уважением. Ну где ты видел такой общий, такой порядок? Ты сама видишь. Какой порядок? Как одевается? Как готовится, отдельно исповедуется в другой комнате? Где такое крещение торжественное? Ну ты все испытала, сестра. Да я все испытала, я со всеми согласна, потому что такого нигде нет. А труд-то какой положит? Труд, это не просто где? Это над каждой душой. Общину создать кто? Он создаст. А его отец Роман, вот все теперь, замена Игнатьеву пришла, все теперь, мы за тебя. Он слышит это безумие, и он трясется там сидит. Все, теперь он на место Игнатьева. Ну и что могу сказать? В сумасшедшем доме я не нахожусь на свободе. Я проверенный. На самом высоком уровне психиатрии, самая лучшая характеристика мне дана, и меня судили. Что, во-первых, злоупотребление советской психиатрии, во-вторых, все остальное уже на глазах было. Какой характер описано? Мне не надо придумывать, у меня документы в книге для слова Божия нет ус. Какие книги толкования? Вот трехтомник. За 2000 лет такого не было, чтобы с откровением и с такой украшенной не было такого. А образования-то у меня нету. Как? Я знать не знаю. Я вот на стихи считаю, как будто я не могу признать, что они мои. Приехал здесь священник, брат епископа-то, и говорит, а вы в газету куда отдаете стихи считать? Я говорю, нет. А вот такое стихотворение слыхали? Он прочитал маленько про Самуила. Да я, ну, как будто считал где-то. Он засмеялся, открывает, там написано Игнатий Лапкин. Это бывает так, когда люди, наоборот, воруют чужое своим именем. А здесь я свое не признаю и отдаю. Я отдаю, везде пишу. Отдаю добровольно, кто будет издавать. Добровольно. У меня ничего нету. Рубашка вот эта, часы, ручка вот эта вот, лестовка, щетка. У меня нет вообще ничего, вообще ничего нету. Как ты меня обвинишь? В чем? Десятину? Не брал. Он помог, действительно помог, но вот приехал перед этим, как отойти. Он приехал, я ему отсчитал рубль в рубль, не считая того, что еще за ним оставалось теперь. Мы поменялись местами. Он даже сказал, если я буду уезжать, теперь это все вам. Вот о чем сказал. Там речь шла не о двух рублях. И только приехал ему надо, я тушил сразу. Я не просил его мне давать, но он просил, а дать с отдачей вернет. То первое, что он да, он хотел мне отдавать. Я это, конечно, не возьму. Ни под каким видом. Теперь. Там я видел другого. От романа того ничего нету. Разговор идет с двумя человеками. Вот так. Кто у нас предатель, кто стукач? Они хотят, чтобы к власти не обращались, а своим воровским путем здесь расправляться. Я против власти от Бога, чтобы смотреть за порядком. И Павел к ней апеллировал. Иосиф в тюрьме. Скажите Параону, я безвинно. К властям прямо показано в Библии. Обращайтесь. А почему они обращаются? Потому что темные. Их сразу захватят. А у меня нет ничего. У меня было однажды. Позвонили. Я говорю, а кто вы? Те майор КГБ Ардов. Так, кажется, назвался. Скажите, у вас вчера люди приезжали. Я говорю, и что? Ну, говорят, тут были с Дальнего Востока. Я говорю, дальше-то что? А кто был? Я говорю, а вы с кем разговариваете? Я, ну, вы, Игнатий Тихонович Лапкин. Я говорю, вы биографию знаете? Ну, чтобы больше ни одного звонка не было. Все, положил трубку. И больше никогда они не позвонят. И когда тут приехал там Дворкин, стал что-то говорить, тогда встал из них там военный из КГБ и говорит, а мы Лапкина уважаем. Он за пазухой камня никогда не держит. Они тоже любят, чтобы искренне относились. Не я туда приехал без пазства. В Украину я заезжал, все порядки соблюдал. ИНН боится. ИНН никакой роли не играет. Это только для учета. И она никакой абсолютно роли не играет. А что этот написал на кинжалах сатана, там думал, сатаны, ну, какое ко мне это отношение имеет? Да, беда, да, помолились. Но они вошли в Царство Небесное. И все. И поэтому вреда никакого мне не принесли, когда спросили. Я говорю, они меня сделали известным в КГБ. За меня все молились здесь, и в ООН молились, и в Японии, и везде молились. А теперь вы меня пригласили в Канаду и в Америку. Я долго ездил, выступал. Он-то ничего этого не имел. У него не было и не будет никогда. Я только молюсь, Господи, в судный день Роману не вмени его безумия. Он не знает, что делает. Он друзей не признает. Не он, это демоны делают. Демоны. Прости его, Господи. Выведи отсюда. Ему по терябке никак нельзя быть уже. Он выйдет отсюда. Ну как, когда все враги. Все поносил. У него мозги свихнулись вот так вот. Где еще неправда, он сразу с тем человеком соединяется. Нашел какой-то священник. А ты видел его? Нет. А ты был у него? Нет. Да он разжалованный. Он не рукоположен. Он обманщик. Обманщик – это мой. У него такая, как бы, он не говорит это, но если это обманщик, он сразу притягивает его к себе. У меня не было к нему ни в одном слое фальши. И там видно в ролике, как мы обнимаемся, там целуемся. И он приехал. Нам радостно было. Я спрашивал, как родные смотрят. Ты всем доволен? С какой целью приехал? Это ролик отдельный. И он говорит, с какой целью. Он цель-то даже не вспомнил ни разу. Ему меня свалить надо, но меня свалить невозможно. Ему говорят, ты что делаешь? Ты посмотри, какой боец перед тобой. Где он что прошел? Ты во сне не видал этого? Меня 13 дней только в морозилке держали. И ничего они не добились. У меня руки сейчас даже, поверну не могу, у меня руки выключены все. И не когда-то в 62-м году еще, даже в 61-м. Я прожил, ко мне власти никакого отношения не имеют. Я за них молюсь, перечисляю всех. И Порошенко их, и Дональда там, всех поминаем мы. В Сирии там, Эрдогена, всех поминаем. Это обязанность. Ежедневно притом. По именам. Вот вы Людмилу сказали, мы не видели ее, а мы ежедневно молимся, произносим ее святое имя. Так и скажи, чтобы ты предстала перед Господом, оправданной, чистой, как голубица нежная. Обязательно скажу, Ильна Тихонович. Так что, что ты говорила, не говорила, для меня это никакого значения, потому что все ко мне не относится. Ни первое, ни второе. Я такой, как есть. Спасибо, Господи, за вашу беседу, за вразумление. Слава Христу. Слава. Нашему. Веки, веки, веки. Так. Ну, что сказать. Говорит, я ответил, что я не в дурдоме, чтобы разговаривать. На свободе я отвечаю, как есть. Если имеете что-то, найдите свидетеля, обвините, подайте в суд. Подавали на меня? Подавали. И что, все были разгромлены? Все. Ни другого исхода не было. За этот дом, где я живу, 11 лет шел в суд. 11 лет. Я спросил краевого прокурора, Пашкова Виктора Ивановича, генерал, майор. Я говорю, а такое часто большое, что президиум, Верховный Совет, Суда СССР, отменял бывшее. Не было ни одного случая. Он уже на пенсию идти, не слышал. Это гражданское дело. А у меня отменили. И тогда присудили. Виноваты уже не КГБ, что у меня изъяли по натеку-то. А виновата городская администрация. А счет-то уже достиг ни худа, ни мало. 12 миллиардов. 11 миллиардов. Миллиардов. То есть, что, что у меня сделано? КГБ думало, что трудится несколько отделов в Сибири. А нашли одного человека. Но я не один был. Вокруг меня были люди. И потом, надо возвращать, а возвращать, то они еще разворовали. Ну, милостью Божией, я сытый, обутый, одетый. К роману нет никакого отношения. Разговаривать с ним я не буду. Ни под каким видом. Почему? А зачем? Я не искушаю. Он на меня вылез. Я не изменялся. Он изменился-то. Он бросился. Вот и все. Еще в начале января он и причащался. А уже через неделю ересь. Еретик. Батюшка, я все еретики до одного. И ты еретичка для него. Так что сильно-то не воскуряйся. Аллилуйя. Да, спаси Господи, Аллилуйя за все. Аллилуйя. Слава Христу. Слава Христу. С Богом. С Богом. Слава Христу.